Понимаете, в принципе, я случайно написал повесть «Курьер». Честно говоря, совершенно случайно снял фильм, потому что я не собирался снимать его, но так получилось, что снял. Я могу сказать одно. Я думаю, что я с огромным уважением отношусь к опросу, который «Газпром» провел моему другу Саше, безусловно. Но, ребята, я должен вас разочаровать. Ни один опрос, ни одна конференция вам не подскажет, как вам создать героя. Это что-то такое, что, понимаете, ну вот, вот есть или нет. И это не значит популярный. Вы задаете вопрос, может быть, очень популярный артист, может быть, популярный фильм. Но, поверьте, это не значит, что они несут в себе того героя, который становится героем поколения. Это и того героя, о котором, как я понимаю, мы говорим сегодня. Это нечто совсем другое. Я вам приведу забавный пример. Мой друг, который вы, конечно, знаете, Саша Мета. Он как-то еще там в 70-е годы. У него была мания, он как-то, он сам сформулировал это. Я сделаю картину по всем опросам, по всем рецептам, чтобы она имела полный успех. То есть он учел все, как в его понимании. Все, что он мог, он все учел. Сценарий, что любит публика, что публика хочет, что, так сказать, какие повороты. Все это было сделано. Пригласил на главную роль Андрея Миронова, который был дико популярен, и, так сказать, народ его просто обожал и провалился с треском, просто в дребезге. Это был фильм «Сказка странствий». Мало кто его помнит. Перед этим он сделал фильм «Экипаж», который прошел с невиданным успехом, который сделан абсолютно нарушая все канонические законы. Там одна серия мелодрамы идет, потом вдруг она кончается, и начинается фильм «Катастрофа». При этом это все скрепляется довольно, я бы сказал, таким безалаберным героем, которого сыграл Леонид Филатов. И народ смотрел это просто на ура. Слушайте, это не это. Да, я могу сказать, что курьер, да, 50 миллионов зрителей, у него был огромный успех, и самое главное его до сих пор, я смотрю, молодежь смотрит, что, наверное, что-то такое попало там. Я так подозреваю, что там попало то, что молодежь всегда любит бунтовщика молодого, и молодежь всегда не любит взрослых, которые представляются лицемерами. И они правы, кстати. Ну, скажем правду, да, посмотрим. Мы всегда гораздо более лицемерны, чем молодежь. Молодежь, правда, потом взрослеет и становится такой же. Кстати, он в фильме и говорит, мы станем такими, как вы. Но вот если говорить о том, что... Понимаете, я тут вот смотрю на публику, я, видимо, самый старый из вас, да? Вот я вам расскажу, что такое было советское кино. Советское кино было, конечно, феноменом. Вот вы говорите о том, о молодежи, которая сегодня воюет. Но во многом, я понимаю, она воспитана еще советским кином. Она еще оттуда взято все это. Вообще это все, весь патриотизм современный идет из советского периода. На самом деле, как бы у нас тут не проклинали его, и что бы там про него не говорили, понимаете? Тут сидит один из самых популярных, любимых актеров Володя Машков, который сыграл советского полковника милиции, Гоцмана. И сыграл, я считаю, совершенно потрясающе. Он любим зрителями. Но в чем феномен? Вот на мой взгляд, вот это... И я, кстати, эту фразу в конце «Курьера», он говорит не о чем-то хорошем. Он говорит, мечтай о чем-то великом. Понимаете? Вот мы говорим о культуре. В чем вообще был феномен советской культуры? Дело все в том, что советское государство знало, зачем ему нужна культура. Оно это формулировало абсолютно четко и ясно. Культура нужна была для переустройства мира и для воспитания нового человека. Вот вы, может быть, сейчас для нынешнего поколения это кажется более циничным. Что за глупости? Это невозможно. Зачем они это делали? Но это была цель. Но это была большая цель. И, строго говоря, когда мы приходили в ОВГИ, к нас этому ставили эту задачу. Вы должны создавать фильмы, которые будут создавать нового человека. Понимаете? Конечно, так сказать, когда, если советское кино взять, там масса было ужасных фильмов. Да, ну, но все, что осталось лучшее, это действительно феноменальное кино. Но дело все в том, что когда мы говорим о советском герое, это ведь и Юрий Деточкин. Изберегись автомобиля. Это не значит, что советский герой это непременно, так сказать, военный, который бросается с этими, с гранатами под танк. Это вот такой странный персонаж Юрий Деточкин. Он был, его обожал народ и до сих пор... А почему? Ну, потому что в этом... Вот когда есть великая идея, пускай даже не очень... Пускай ее невозможно реализовать, но лучше вообще иметь хоть какую-то идею, чем вообще никакой, правильно? Лучше иметь большую идею. И это идея стремления к справедливости. И вот Юрий Деточкин олицетворял вот это вот, так сказать, вот это стремление людей... Его формулу справедливости. А? Его формулу справедливости. Да, 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 да. Поэтому, понимаете, я думаю, что вот мне кажется в этом вообще задача все-таки. Мы подошли к этому моменту, когда мы поняли, мы это полностью отринули. В конце... Мы на самом деле это начали отрицать уже в 70-е годы и 80-е. Ну как, гибель идеологии началась тогда? Да, это началось. Поэтому ведь курьер на самом деле, он советский человек. Он же там говорит, я мечтаю, чтобы коммунизм на всей земле победил. Он видит, что это общество уже абсолютно не... лицемерно ничего не хочет. В этом был конфликт. И, может быть, это было тоже одно из счастья, почему его... Почему публике, особенно молодежи, это нравилось. Она это чувствовала. Но я имею в виду, что это вот этот вот... Как бы мы от этого отказали в 70-е, 80-е годы. В принципе, у нас было сформулировано. Как знаете, в школе не надо воспитания. Нам не нужно это. Идеология нам не нужна. Так сказать, зачем нам это нужно? Как говорится, все живут без идеологии. И в этом была большая ошибка. Потому что у американцев идеология мощнейшая. И они хотят переустроить мир. Они этого не скрывают. Они это говорят публично. Мы хотим переустройство мира. И этот мир будет устроен так, как мы предлагаем. Потому что это лучшее, что мы знаем. Они этого не скрывают в этом... А мы от всего этого отказались. Понимаете? Но когда есть идея, на мой взгляд, такая страна, как Россия, российская культура, она непременно нуждается в большой идее. Понимаете? Она всегда была. Она и в императорской России была. В императорской России, как говорится, ее заложил, можно сказать, сформулировал Петр Первый. Создание великой опять... Опять переустройства мира. Великой империи, которая будет переустраивать мир. Это же тоже было. Понимаете? Это все, как говорится... Из этого родилась великая русская культура 19 века. Вот мы сидим, мы говорим, что такое суверенитет? Суверенитет это вот, Санкт-Петербург. Гений российского народа создал этот город, и он навсегда останется в этом, в нашей памяти. Когда есть идея, тогда возникает искусство. Тогда возникает культура. И эта культура начинает захватывать, что у нас, как говорили большевики, массы, да? И это правильно, они говорили. И эта культура становится интересной всему миру. Вот у нас на Ютьюбе, который ваши бывшие коллеги тормозят со страшной силой, неизвестно зачем, кстати, это, на мой взгляд, большущая ошибка. Ну ладно, это мы отдельно там поговорим. У нас выложена картина, в основном советские. Их смотрит весь мир. Это десятки миллионов просмотров. Зайдите, почитайте эти, почитайте комментарии. Это просто что-то... Никогда я не видел, чтобы советское кино было так востревано, потому что тогда не было интернета. И, конечно, нас везде прикрывали. А сейчас я смотрю, эти все фильмы, военные наши фильмы, это миллионы, десятки миллионов просмотров, причем это США, это Канада, это все недружественные страны, это Латинская Америка, это вся Азия, так сказать, все, весь мир там, какие-то Филиппины, какие-то Индонезии, нашего кино вообще там никогда не было. Миллионы просмотров, понимаете? Ну, это значит, до сих пор работает. Поэтому я думаю, что мы, когда формулируем, и прежде всего все-таки должна быть сформулирована идея. И для нашей страны эта идея должна быть большая. Мы вообще с малой идеей, вообще мы русские, россияне, она нам никогда маленькой идеей не интересна. Нам нужна большая идея. В принципе, она как бы зреет. Ведь, в общем, о чем мы говорим, о чем президент говорит? Вообще-то это и есть некое переустройство мира. Но это надо сформулировать, видимо, уже более конкретно, точно и ясно. А то получается, вот у меня сегодня, вам скажу. Жизнь, она всегда приносит такие интересные все-таки наблюдения. Вот уже сейчас на форуме, там я после Володи, пошел, какая-то девушка мне замечательная, симпатичная, из Санкт-Петербурга, по-моему, вопрос задает, вот, про форум, про этот, а в конце говорит, ну, я, естественно, тут, извиняюсь, парю, как положено все, все, как говорится, это и прочее, прочее. И вдруг она говорит, ну, она, я понимаю, она патриотка, она нормальная, она наша, она абсолютно это, но она говорит, а нам зачем нужен культурный суверенитет? Я вдруг подумал. А зачем тогда остальные нужны? Вот если культурный не нужен, какой нужен? сформулировать еще, а зачем нам нужен культурный суверенитет? Это надо еще сформулировать, понимаешь? Потому что, оказывается, это, и я понимаю, она это не говорит, не потому что она, а потому что она как бы выросла уже в этой среде, она не очень понимает. Вот, она выросла в измененной ментальной карте. А? Она выросла в измененной ментальной карте, потому что, если уж американцы сняли неплохо, чего не купить? Мы же можем газом заплатить. И это связанный мир, в котором суверенитет просто мешает торговле. Все. Ну, я про это и говорю, поэтому, понимаешь, когда мы, мы определяем сейчас суверенитет, опять категориями, знаете, этот, а сколько это будет стоить? Сколько мы заработаем на этом денег? Да, вот мы, так сказать, выпустим ту картину, эту, а вот, купит билеты. А, на мой взгляд, нужно предложить идеи, и зрителю надо предложить. Зритель никогда не знает, какого героя он хочет. Никогда. Когда он увидит его, и когда он в него поверит, и когда он, это будет совпадать с его внутренним потребностью, он его полюбит. Понимаете? Но это не определяется денежными единицами. А мы пришли к миру, в котором все определяется денежными, и мы пытаемся культурный суверенитет опять, так сказать, через сколько, и как мы будем на этом заработать. Нет, в этом была разница между советским подходом, и, кстати, подходом императорской России. Слушай, они воспитывали, Николай, первый воспитывал Пушкина, да? Он же воспитывал Пушкина, тот ходил к нему, и сюжет ему предлагал. Это, понимали, это выше, чем денежные единицы. Но это должна быть идея, которую, Зах, мы должны, обязаны предложить. Потому что, я повторяю, и тогда появятся и герои. Они тогда появятся. Вы увидите, что вдруг это будет взрыв интересных персонажей, героев, так сказать, тех, о которых мы сегодня мечтаем. Поэтому, мне кажется, что вот это очень важно. И важно сформулировать, зачем нам нужен культурный суверенитет, чтобы людям это было понятно. Потому что многие этого не понимают на самом деле. Я смотрю, они смотрят 30 лет американские сериалы, они читают американские книги, и они думают, нахрена они там все собираются, и там нам что-то говорят. Тратят деньги, которые можно было бы проесть. А? Да, и тратят деньги на кино, которые можно было бы проесть, лучше у американцев купим готовые. Да, конечно, конечно. То есть это, но это опять я повторяю, потому что американцев и эта идея есть, она есть, и она проникает в поры кино, даже в самого коммерческого кино. Знаешь, там этот, какой-нибудь терминатор, но там за терминатором-то стоит это. Мы, как говорится, создаем мир по нашим правилам. Понимаешь? Это притягивает. Поэтому мне кажется, вот мы как бы должны вот это сформулировать, это мы подошли к моменту, на мой взгляд, когда речь идет действительно о существовании нашей цивилизации. Вот она без, уже вот эти 30 лет, которые мы экспериментировали с отсутствием каких-либо смыслов великих, он закончился. Либо мы это сделаем, сделаем, и, так сказать, я верю в это, что мы сделаем это. Я абсолютно верю. Невозможно не верить в это, но я имею в виду, что это непростой путь, и мы должны на него смело ступить и идти по нему, идти, не боясь обвинений, там, так сказать, идеологии, не идеологии. И государство, в России государство всегда имело принципиальное значение. Всегда имело. У нас такая страна, у нас вертикальная страна, без влияния. Рассчитывайте, что деятели культуры сейчас вам сразу мы тут вот, там, дайте денег, и мы сварганим. Нет, ребята, так не выйдет. Советы это понимали.